Здравствуйте, меня зовут Мария Губайдульна, я руководитель отдела СММ компании Регистратура.ру. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о продвижении в социальных сетях. Не секрет, что когда мы с вами приходим в социальную сеть, любая компания, которая туда приходит, неважно, политическая компания, или это бизнес, или стартап, или это известный бренд, все они хотят от социальных сетей одного в конечном итоге, это продаж. Так вот, сегодня я бы хотела рассказать о первом шаге, который может приблизить нас к этой заветной цели в социальных сетях. И для начала давайте с вами определимся на примере какой социальной сети и на каких инструментах мы будем с вами разговаривать. Я предложила бы, конечно, социальную сеть ВКонтакте, просто потому, что на данный момент эта социальная сеть предлагает максимально широкий способ продвижения, инструментов продвижения. Поскольку я представитель СММ, Social Media Marketing, то моя цель, конечно, в первую очередь не только привести трафик на какую-то площадку, но и сохранить этот трафик. Следовательно, первый инструмент, который мы с вами выберем, это группа. И весь трафик, который мы будем с вами вести, мы будем ввести его в группу. Второе, с чем нам нужно определиться, это каким способом мы этот трафик будем приводить. Способов очень много. Это виды различной таргетированной рекламы, это различные черные методы, которые до сих пор используются. Это, может быть, контекстная реклама, которая будет вести, или это будет поисковый трафик, или трафик с сайта, или это, может быть, офферы с оффервола. В общем, их очень много. Я бы хотела остановиться на том, который на данный момент, как мне кажется, самый эффективный. Это таргетированная реклама с кнопкой «Вступить». Почему эффективный? Потому что, с одной стороны, им можно управлять ставками, гео-таргетингом, сколько мы будем показывать, сколько мы будем привлекать кликов в группу и так далее. Второе. Мы можем таргетировать аудиторию, которой мы будем показывать эти баннеры, очень детально. И третье. Это то, что с данного трафика люди идут очень целевые, активные и реально заинтересованные. Не как в офферволе, например, им заплатили деньги, они вступили в нашу группу, а потом ушли. А они по собственному интересу туда пришли. Итак, наша цель – это из кликов, которые дает нам данный инструмент, мы хотим сделать «вступивших в группу». Поскольку таргетированная реклама с кнопкой «Вступить» появилась совсем недавно и родилась она из таргетированных объявлений, то есть некоторые характеристики, которые обладают общей характеристикой для таргетированной рекламы и нашей с кнопкой «Вступить». И есть некоторые особенности. Общими я бы назвала это возможность выбирать множество критериев оценки. Чуть дальше я их вам все перечислю. Это возможность рассчитать охват и стоимость клика, да, то есть когда мы задаем все параметры, так же, как в таргетированной рекламе, нам контакт выдает, какая у нас охват целевой аудитории, какой будет примерно стоимость клика, мы это можем выбрать и решить для себя сами. И, наконец, это возможность обновлять объявления и онлайн следить за ними, за статистикой просмотров и вступивших. Когда мы говорим о таргетированной рекламе с кнопкой «Вступить», надо понимать, что у нас будет доступно две статистики онлайн. Первая из них, она в личном кабинете, которая показывает наши затраты, охват, клики в группу, да. И вторая статистика самой группы, внутри самой группы, она показывает два графика, очень важных для нас графика, мы на них будем опираться в большей степени. Это количество зашедших с рекламы и количество вступивших с реклам. Далее об особенностях таргетированной рекламы с кнопкой «Вступить». Чем же она отличается от обычного объявления? Она более законсервирована, то есть если в таргетированном объявлении мы можем менять тексты, мы можем менять картинки, названия, то все эти данные, таргетированная реклама с кнопкой «Вступить», она подгружает автоматически из нашей группы. Если мы что-то хотим изменить в объявлении, мы должны все это изменить сначала в самой группе нашей. И состоит наше объявление из следующих элементов. Вместо картинки, которую мы подгружаем в таргетированное объявление, у нас аватарка группы. Если мы хотим поменять картинку, мы должны поменять аватарку группы. Вместо названия объявления, название группы подгружается. Дальше мы автоматически видим, сколько людей в группе находится в данный момент. Либо если наши друзья вступили уже в эту группу, то контакт показывает, сколько друзей вступили в эту группу. Вот такое у нас получается объявление. Ну и, естественно, сама кнопка «Вступить». Именно ради нее мы терпим все эти лишения свободы в плане аватарок, названий и так далее. Но, тем не менее, с этими даже скудными инструментами можно поиграть, чтобы добиться большего CTR. Вот так вот выглядит также личный кабинет. Ровно то же самое, что и с таргетированной рекламой, с обычной. Мы выбираем здесь демографию, интересы, дни рождения, образования, различные дополнительные параметры. Мы выбираем площадки, на которых у нас показывается это объявление. Либо только контакт, либо контакт и сайты-партнеры. И после этого нам выдается примерный охват. В данный момент тут у нас, видите, 75 миллиардов. И стоимость клика 28 рублей клик примерный. Но мы его можем, например, завяжать, и тогда будет меньше показываться объявления. Либо, наоборот, выше делать, чтобы быстрее набрать нужную нам аудиторию. Это, в общем, на наш выбор. Очень хорошая вещь. И вот он, самый главный наш график, ради которого мы стараемся. Ради которого будут производиться все следующие действия, о которых я расскажу. Вы видите две кривые. Верхняя кривая – это количество зашедших с рекламы. То есть фиксируется количество кликов на наше объявление. Это клики на саму картинку, на аватарку или на название нашей группы. И нижняя кривая – это количество вступивших с рекламы. Это количество вступивших – это либо те, кто нажали на кнопку «вступить» сразу, которая у нас в объявлении. Либо это те, кто зашли в группу и вступились в нее после этого. Наша цель – это чтобы эти две кривые сошлись в одну кривую. Вот это наша была бы идеальная ситуация. Но поскольку пока такое сделать невозможно, нам нужно максимально их приблизить. Вот вы видите, в начале были использованы все те средства, о которых я дальше расскажу, и мы добились максимального результата. А потом он стал такой стабильный и значительно хуже. Какими же методами мы можем добиться сужения вот этого пространства между двумя графиками? Во-первых, это текст, название группы. Во-вторых, это сама аватарка группы. В-третьих, это количество людей в группе либо друзей. В-третьих, это точный таргетинг. И, наконец, время показа. Остановимся подробнее на каждом из них. Значит, текст. У вас, например, будет очень длинное название группы. Контакт его обрежет до одного, двух, трех слов. Давайте представим, что у нас с вами есть некоторая компания. Назовем ее «Чебурашка», и мы ее будем продвигать с помощью таргетированной рекламы с кнопкой «Вступить». Естественно, первое, что должно быть в названии группы, это название «Чебурашка». Но помимо этого мы можем похитрить и вставить еще дополнительные какие-то одно-два слова, которые должны будут увеличить конверсию. Если это, например, бизнес какой-то, например, интернет-магазин, то он может туда вставить, например, слово «акция» или «снижение цен» или «минимальные цены». То есть мы показываем свою пользу интернет-магазина в ценах, и мы сразу ориентируем людей, что это группа, в которой вы будете что-то покупать. Допустим, если это политическая компания, например, Минздрав, то цель этой группы будет доносить какую-то очень полезную информацию. И на этом надо будет сразу заострять внимание в названии группы. Например, «Будь здоров» или «Правила поведения там-то». Ну, что-то, какая-то конкретная польза, которая зацепилась этим взглядом за эти два слова и перешел, тебе интересно дальше что-то прочитать. Если это стартап, то, возможно, какое-то мудреное слово, что-то совсем новое, непонятное, уникальное. Ну, какое-то слово, которое зацепит своей необычностью. Ну, потому что стартапы обычно, это какая-то новая идея, которую надо обязательно преподнести. В тексте это надо как-то отражать. Важно либо имя компании, либо название бренда использовать, либо можно название продукта, если это какой-то продукт интересный, который мы хотим продавать. Например, «Скинали» или «Фартук для кухни». В данном случае это будет интереснее, чем название самой компании, которая, может быть, не связана с главным продуктом. Дальше, что еще можно добавить в название группы, если, допустим, у вас какая-то очень узкая целевая аудитория, которую вы можете как-то назвать по-свойски, и она сразу откликнется и поймет, что это именно к ним. То можно попытаться использовать это в названии нашей группы. Ну, например, если в случае с «Чебурашкой», то «Геном Чебурашка», ну, вот что-то такое. «Красавицам». В любом случае, название вашей группы, если оно будет сильно отличаться от принятых названий, это будет вам в плюс, вас будет больше видеть, на вас будет заострять внимание, будет переходить. Это как раз то, что нам нужно. Дальше, «Аватарка». «Аватарки» нужно заготовить заранее. Много, сразу много. Вы будете их менять в самой группе. Соответственно, вы должны понимать, что если у вас есть меню группы или общий стиль группы, то все «Аватарки» должны в него спокойно вписываться. Можно использовать огромное количество различных методов. Мы их все придумали, пока тестировали с разными компаниями этот продукт. Можно, например, использовать некий сюжет развития в «Аватарке». Например, есть у бренда какой-то свой персонаж. Этот персонаж развивается, а мы меняем его в «Аватарках». целевая аудитория смотрит наше объявление. Одна и та же практически, поэтому велика вероятность, что они увидят сначала одну «Аватарку», потом другую, потом третью. Они уже не смогут просто не перейти в группу. И, конечно, в «Аватарках» используются все те же методы подбора фотографий или картинок, какие используются в обычной таргетированной рекламе. То есть крупные лица, продукты, фотографии, например, животных. Знаете, что можно еще сделать? У вас, например, есть уже группа, которая есть своя история. Вы берете за месяц статистику этой истории и смотрите, какой был самый популярный пост. Мы исходим из того, что в вашей группе уже находится какая-то ваша целевая аудитория. И эта целевая аудитория за месяц более всего отметила именно этот пост. Возьмите и на основании этого поста сделайте одну из «Аватарок» и посмотрите, как будет меняться конверсия. Вы вообще, если запускаете таргетированную рекламу с кнопкой «Вступить», лучше всего, если вы будете сидеть несколько часов и онлайн нажимать кнопку F5 и следить за статистикой, и пытаться отследить какие-то закономерности. Вот на такую-то аватарку, на смену аватарки отреагировали так-то, на такую-то аватарку отреагировали так-то, вот текст поменяли, сделали то-то. И записывать это, после этого вы сможете подобрать себе более эффективную стратегию. Что еще можно использовать с аватарками? Можно использовать стрелочки вниз. Мы же понимаем, что подгружается картинка, а внизу под аватаркой будет наша заветная кнопка «Вступить». Если мы ее каким-то образом в аватарке выделим, то это будет здорово. Тем более, что для группы не будет никаких проблем вместе с этим связанных, потому что кнопка «Вступить» в группе также находится под аватаркой. Используйте картинку, пожалуйста, максимально, потому что это самый яркий элемент нашего объявления. Если бы мы, например, использовали нашу стратегию с чебурашкой, то, конечно, мы бы сделали большого ушастого чебурашку, поместили на аватарку и посмотрели бы конверсию. Но это не значит, что мы остановились бы на всем этом. Мы бы обязательно меняли аватарки постоянно. Следующее количество друзей и людей. Если у вас группа совсем небольшая, то хорошо бы ее предварительно чуть-чуть продвинуть, потому что люди сразу будут видеть, сколько в ней уже людей состоит. И когда там 2000 человек, то изначально создается впечатление, что группа маленькая, возможно, только начала, а может быть, она неинтересная. И маленьким группам мало доверяют. А публичным страницам, у которых по миллиону человек, подписчиков, им уже доверяют значительно больше. Поэтому хорошо бы иметь количество людей, хотя бы 10 тысяч, ну хотя бы вот такую четырехзначную цифру для доверия. Кроме того, есть предположение, что если человек видит, что в этой группе уже состоят 10 его друзей, то это очень сильно увеличивает доверие к этой группе. Можно с этим тоже поиграть. Во-первых, мы можем предварительно перед началом продвижения группы договориться с нашими участниками группы с помощью конкурса, либо какой-то акции, чтобы они пригласили своих друзей, чтобы расширить нашу сеть. Таргетированную рекламу можно попытаться настроить на нужную нам целевую аудиторию, которую мы тоже возьмем из статистики нашей группы. То есть мы отсмотрим, кто у нас уже в группе есть, и вот похожие параметры заложим в нашей таргетинге, в нашей таргетированной рекламе с кнопкой «Вступить». И это увеличивает вероятность того, что именно друзья наших вступивших уже увидят ее в первую очередь. Они, соответственно, увидят не просто количество людей в группе, а количество друзей в группе. Это первое. Второе, что можно сделать, есть аккаунты ВКонтакте с огромным количеством друзей. Их может быть до 10 тысяч. Можно подружиться с этими аккаунтами, просто попросить их вступить в нашу группу. Кто-то это сделает по интересу, кто-то сделает за небольшое вознаграждение, но зато это будет хотя бы плюс один человек-друг в этой группе. Но можно это поэкспериментировать. Не думаю, что на это будет сильно большой процент конверсии влиять, но попробовать можно. Далее это результаты, которые нужно отслеживать. Вот я хотела вам привести пример одного из нашего теста, который мы проводили для нашего клиента. Клиенты, это продажа авиабилетов, путевок, билетов в отели и так далее. У нас был достаточно сложный таргетинг. Россия. Женщины? Женщины, только женщины. 25-30 лет. То есть достаточно узкий таргетинг и дорогой трафик. Использовали площадку только ВКонтакте. У нас было порядка 40 миллионов показов кликов за всю кампанию. Она была очень небольшая, тест, 50 тысяч рублей. Кликов мы получили чуть больше, чем 3,5 тысячи. И вступили по итогам кампании 509 человек. Сейчас я рассказывала только о тех инструментах, которые мы используем извне. Только для того, чтобы привлечь, то есть сделать из кликов вступивших. Вот дальше, чтобы из этих 509 человек сделать 509 как минимум продаж, нам надо будет работать с группой. Об этом я расскажу чуть позже. Соответственно, цена клика у нас была в районе 14 рублей. И цена вступившего 98 рублей. Много это или не мало, клиент получил помимо охвата большого, и помимо достаточно большого количества кликов. А клики это те люди, которые ознакомились с предложением. Потому что когда они переходили в группу, они видели суть предложения этой кампании. И 509 человек остались, потому что им стало интересно это предложение. Соответственно, это максимально горячие клиенты. Ну, лид за 98 рублей, мне кажется, это стоит того, особенно если мы дальше вторым шагом будем превращать этих вступивших в активных пользователей и третьим шагом в продаж. Конверсия у нас была 14%, но мне кажется, что вы можете ориентироваться на эти данные в собственном продвижении. Итак, резюмируя вышесказанное, я бы хотела отметить следующее еще раз. Первое. Вы должны сформулировать, какую пользу вы несете своим клиентам. Если вы компания, которая дает информацию, значит, ваша польза – это информация. Если вы интернет-магазин, значит, ваша польза – это продукты по определенным ценам. Если вы стартап, то ваша польза в новой идее и новых возможностях. Сформулируйте очень точно пользу. Пользу, которую человек получит в вашей конкретно группе, от вашего контента, который вы в ней размещаете. Второе. Привлеките внимание к этому с помощью красивой, красивой аватарки, с помощью продукта, с помощью хорошей фотографии, которую, возможно, уже оценили в вашей группе. Не обманывайте ни в коем случае. Не надо говорить, что вы даете чудесный контент, если ваша задача – продать что-то. Вы продаете что-то, значит, ваша польза в том, чтобы дать людям то, что им нужно, нужный им продукт по хорошим ценам. Не обманывайте, говорите правду. Следующее – это обращайтесь к аудитории. Обращайтесь к ней на ее языке. И обязательно в объявлении выделяйте кнопку «Вступить». Вот это основные принципы, которые помогут вам с успехом пройти первый шаг на пути к заветной цели – к продажам. Шаг, как из кликов сделать вступивших, как из трафика, неважно, клики это будут, или это будут приходящие из поискового трафика, как из трафика в группу сделать вступивший, как его сохранить. В следующем мастер-классе я расскажу про следующий шаг, второй шаг. Это как из вступивших, тех, кто уже пришел и заинтересовался вашей группой, вашим продуктом, как из них сделать активную, заинтересованную аудиторию. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!